Ничто не вызывает такого количества вопросов, как технологии Зелнага. Кристаллы, реликвии, живой камень, врата искривления, но особую интригу вызывают их корабли. На чем же перемещались столь могущественные создания, неся свет и жизнь в необъятные уголки космоса? И необходим ли им был вообще какой-либо транспорт, учитывая, что Зелнага подобны богам? Давайте же в этом ролике постараемся разобраться и заодно посмотрим, что мне удалось нарыть, поскольку тема действительно малоизвестная. Приветствую всех на канале PowerSlaveChannel, поддержите лайком, ну а пока идет заставка, вы успеете налить кипяточку в свою кружечку. Приятного просмотра и приятного чаепития! Сначала давайте пару слов о самих Зелнага. Это существа высшего порядка, некоторые считают их богами, а соответственно, зачем им на чем-то там летать? Неужели они не могут силой мысли, либо по щелчку щупальца переместиться куда нужно? Дело в том, что Зелнага пришельцы в этом мире. Материальная вселенная не их родная стихия. Они дети пустоты. И соответственно, здесь, в нашем мире, они весьма ограничены. Хотя, на фоне всех остальных смертных существ, остаются довольно могущественными. Миры корабли выступали своеобразными цитаделями для Зелнага. Я уже чувствую, как поклонники Вархаммера в очередной раз бегут писать гневные комментарии о плагиате. Ну да ладно, не первый раз. На бортах этих судов Зелнага могли путешествовать продолжительное время, проводить свои протогенетические исследования, картографировать неизведанные уголки вселенной, а также всегда иметь под рукой полный набор технологических приспособлений, необходимых для терраформирования, заселения жизни, возведения вспомогательных строений, вроде храмов, башен, врат искривления и так далее. Это создавалось не просто так. Зелнага формировали определенную инфраструктуру. Я не буду сейчас вдаваться о подробности, все ли Зелнага так поступали, включая хранителей цикла, или только отступники во главе с Амуном, поскольку в рамках вселенной Старкрафт мы в основном топчемся в пределах сектора Капрулу. Ну, иногда еще там заглядываем на Зерус, либо смежные квадранты, но опять же в пределах Млечного Пути. Поэтому говорить о глобальных архитектурных достижениях Зелнага как расы в масштабах вселенной не приходится. Опять же, возвращаясь к вопросу божественности, и дабы усмирить возгласы скептиков, которые считают, что Зелнага все это не нужно, поскольку они абсолют во вселенной Старкрафт, отвечу, что нужно. И это не раз доказывалось как в игровых, так и литературных источниках. Взять те же кайдаринские кристаллы. Зелнага использовали их в протогенезе, а сейчас это вообще основа технологии протасов. Кристал Кассия позволял регулировать численность популяции видов. Псионная линза – определять и контролировать уровень пси-потенциала. То есть практически во всех своих манипуляциях Зелнага прибегали к вспомогательным средствам. Корабли становились домом для Зелнага на период странствий, в отдалении от Ульнара. Они имели своеобразные лаборатории, охранные, навигационные, рекреационные, энергетические системы. В целом обеспечены всем необходимым для длительных перелетов. Если вы смотрели мой выпуск про тиранские крейсеры, то приблизительно представляете, что может содержаться на мирах кораблях Зелнага. Ну естественно с поправочкой на то, что это Зелнага, а не люди. И соответственно их условные каюты, лаборатории, реакторы, оружейные системы и так далее, выглядят иначе. Но общий принцип и концепция понятны. Это были гигантские суда, невообразимые по размерам, но тем не менее способные приземляться на планеты. И здесь мы плавно переходим к первому историческому упоминанию о звездолетах Зелнага. Датируется оно 1998 годом. Именно с выходом игры в мануале к первой части описывались события, что предшествовали заварушке в секторе Капрулу. Зелнага путешествовали на своих кораблях по необъятным просторам космоса, непрерывно предаваясь экспериментам по выведению идеального биологического вида. В итоге это привело к зарождению множества разнообразных форм жизни. Но лишь протасы оказались теми, кто с точки зрения творцов были наиболее перспективными. Разумеется, на тот период разработчики ни о каком амуне не упоминали, и Зелнага в целом воспринимались как одна фракция. В книге «Перворождённая» за авторством Кристи Голден указывается момент, когда Зелнага покидают Айур, разочарованные своим творением. Их исход вызвал страшнейшую панику среди протасов. Кто-то бросался в отчаянной попытке атаковать корабли, кто-то, наоборот, пытался остановить и отговорить Зелнага улетать. Они прыгали, цеплялись руками за звездолёты, моля творцов не покидать их. Но Зелнага, принявшие решение, оставались равнодушными к их мольбам. Рёв двигателей заглушал ментальные крики и глухой звук, с которым обезумевшие протасы разбивались от землю, будучи сброшенными со взлетающих кораблей. Цитата. Десятки гибких фиолетово-сине-серых тел прыгнули в воздух в тщетной попытке догнать их, уцепившись за твёрдые прекрасные кристаллы, края которых были остры, как шикмы. Дом, который улетал, продолжал подниматься вверх. Руки, скользкие от крови, разжимались. И, потерявшие голову от страха существа, падали на землю. Падали со слишком большой высоты, чтобы выжить. Из этих строк следует, что в обшивке кораблей имелись вкрапления кристаллов, о которых было достаточно легко пораниться. Как я упоминал в ролике о протасах и ханрии, Зелнага использовали в своих конструкциях такой материал, как живой камень. Он крайне гладкий, лёгкий, прочный и достаточно холодный, едва теплее льда. Изящная полуорганическая структура и химическая инертность позволяли использовать данный материал практически повсеместно, как для сооружения звездолётов, так и возведения храмов и цитаделей. Не все корабли Зелнага покинули Айур. Согласно мануала к первому Старкрафту, из-за яростной внезапной атаки протасов впали сотни Зелнага. Их звездолёты, спрятанные глубоко в недрах Айура, впоследствии после эпохи Раздора, были обнаружены новообразованной империей протасов. Последним потребовались столетия, чтобы просто проникнуть внутрь кораблей. И они всё ещё таили в себе множество загадок. Правящая верхушка в лице племён Ара и Шелак приняли решение укрыть эти величайшие технологические достижения творцов от общего взора, но в то же время продолжить исследование артефактов и реликвий, оставленных великими учителями. Как минимум нам известно о двух кораблях, покоящихся на Айуре. Первый был использован в эпоху разразившегося конфликта с тёмными тамплиерами, которых Кхалая считали еретиками. Тогда Конклавам и в частности Судьёй Картанулам было принято решение об изгнании отступников. И для их транспортировки протосы использовали звездолёт Зелнага, сохранившийся ещё со времён Исхода и Ханрии. Продолжительное время неразимы путешествовали по просторам глухого космоса в поисках новой родины. И в то же время всё сильнее оттачивали свои навыки в использовании энергии пустоты. Этому также поспособствовали технологии Зелнага, имеющиеся на борту. Поскольку, как мы знаем, энергия пустоты составляет основу этих технологий и в частности является основным источником питания. Второй корабль был замечен в книге «Сумерки» из саги о Тёмном Тамплиере, когда Улризаш, обессиленный после сватки с тремя фракциями в лице зергов Стюарта, протосов Шелна Криас и сил Доминиона Тиранов, пытался покинуть Айур, уходя от преследования Королевы Клинков. В книге это описано так. Глаза одного из рассредоточившихся зерглингов позволили Керриган увидеть то, что произошло спустя не более трёх минут с исчезновения Улризажа. Землю под зерглингом внезапно пронзил сфокусированный луч белого света, который быстро рассеялся, формируя прямоугольник, и затем внезапно кусок земли взлетел вверх. Из зияющего отверстия в земле появился корабль Зелнага. Керриган мгновенно поняла, что это может быть только он. Как и подземелье, этот корабль соединял в себе природу и технологии, и каждый его изгиб или завиток были исполнены изящества. Собравшись стаю, зерги бросились ему на перерез. Керриган надеялась, что этот манёвр окажется достаточно убедительным. Ей необходимо убедить тёмного Архонта в том, что она собирается остановить его взлёт. Мгновением позже корабль заискрился энергией. Зерги попадали словно камни, и те, что карабкались наверх, и многие другие, что просто кружили вокруг в воздухе. Корабль Зелнага продолжал подниматься, стремясь на свободу. Из того, что Керриган знал о кораблях Протосов, пилоты составляли единое целое с любыми технологиями систем управления. Она задалась вопросом, так же ли был устроен и этот корабль? Тратит ли Улдризаш на управление судном часть своей псионной энергии? Она надеялась, что это так. Тогда он не сможет так просто от них ускользнуть. Взрыв энергии пульсаций отозвался в воздухе. Итан крепко вцепился в несущего его муталиска. Жестоким тоном мысленных команд приказывая ему спасаться бегством, надеясь, что они находятся за пределами досягаемости и в безопасности. Муталиск мчался вдаль так быстро, что Итан едва держался. Он вцепился покрепче и обернулся, чтобы посмотреть, что произошло. Это было подобно балету. Сияющий, ослепительный корабль Зелнага поднялся в небо Айура, словно ангел из ада. И все преследователи, попавшие в его смертельный радиус, тотчас упали на землю. Но Итану на сей раз повезло. Ему едва хватило времени, чтобы вызвать надзирателя. И вместе с другими зергами забраться в полую область в глубине под плотной шкурой существа. Пока корабль Зелнага с темным архонтом на борту не скрылся из виду. Как видим, звездолет Зелнага был способен срывать целые пласты земли. В данном случае фокусирующий энергетический луч делал это весьма филигранно и с небывалым изяществом. Также судно генерировало мощное защитное поле. Сложно сказать, было ли это электромагнитное поле, парализующее нервную систему и причиняющее термические ожоги. Либо что-то вроде нульзоны, аналогичной той, которой народ атаковал Керриган на станции Скайгер. В любом случае, какое бы живое существо не попало в зону действия щитов, оно мгновенно падало замертво. Наверное, наиболее известным и примечательным фактом упоминания кораблей Зелнага является миссия Лона Пустоты в компании Винс оф Либерти. В ней Джиму Рейнеру, по наставлению принца Валериана, пришлось лететь в квадрант Сигма, где силами фонда Мебиуса был обнаружен старый гигантский звездолет Зелнага. Мир корабль стал пристанищем для Талдоримов, хотя не стоит отбрасывать вариант, что последний был просто подарен им ОМОНом. В такой ситуации это может дополнительно подкрепить версию, что Талдоримы покинули Айур вместе с ОМОНом на кораблях Зелнага. И именно тот звездолет, на котором они летели, в итоге остался у Талдоримов. Также тот факт, что ОМОН оставил Талдоримов в квадранте Сигма, подкрепляется наличием обилия святилищ и храмов, посвященных ОМОНу, в частности храм Эрис. Именно сюда, на планету Атриас, Талдоримы совершали паломничество, чтобы напрямую поговорить с Творцом. В общем, этот корабль оказался не таким уж и заброшенным, как считал Валериан. На борту судна были установлены мощнейшие генераторы гравитонного поля, уровни которого были настолько высоки, что буквально разрывали любую материю на атомы. Таких мощных гравитационных артефактов среди технологий протасов мы не встречали, а значит они являются наследием Зелнага. И остались на корабле в качестве защитных систем судна еще с древней эпохи. Плазменные щиты Талдоримов были настроены на одну частоту с гравитационными волнами, что позволило обезопасить их от губительного воздействия. Также частично компенсировать эффект позволили силовые щиты новых крейсеров класса Минотавр. Однако это создавало излишнюю нагрузку на энергосистемы суден, за счет чего период нахождения крейсеров в гравиполе был крайне ограничен. Итак, что же сохранилось на этом потрепанном астероидами корабле? Как видим, корпус судна укреплен мощными внешними пластинами, что делает его крайне устойчивым к атакам извне. Они чередуются с массивными выступающими шпилями, изготовленными также из живого камня. Система обороны представлена многочисленными турелями, расставленными по периметру корабля. К сожалению, на данном звездолете большинство из них оказались разрушены, но сохранились и вполне рабочие экземпляры. В качестве фокусирующего элемента выступает кристалл пустоты, приблизительно как и у неразимских излучателей пустоты. Корабль оборудован четырьмя стыковочными отсеками, что указывает на то, что в арсенале Зелнага были не только миры корабли, но и суда поменьше. В частности, возможно, транспортники, перехватчики, истребители. И, скорее всего, именно на одном из таких кораблей Ул-Ризаш покидал Айур. Также возможно, что большая часть из них была оборудована автоматизированными системами, вроде искусственного интеллекта, не требующие присутствия пилота. По крайней мере, на роль аппаратов-перехватчиков это вполне подходило бы. Рассматриваемое судно сохранило два двигателя, которые, у чуда, работают на энергии пустоты. Реактор Зелнага расположился в центральной части и на данный момент находится во вполне рабочем состоянии. Ну, генераторы гравиполя, надо же как-то питать. С первого взгляда может показаться, что он представлен обычной турбиной, лопасти которой вращаются благодаря виспену, и он, в свою очередь, выступает в качестве рабочего тела. Но это лишь с точки зрения нашего примитивного тиранского восприятия. На самом деле, в качестве рабочего тела выступают пары пустоты. Газ, ионизированный излучениями кристаллов пустоты. Это отчетливо можно увидеть на примере монолитов, установленных в качестве энергетических ретрансляторов возле хранилища Зелнага. Именно здесь хранился фрагмент артефакта, за которым прибыл Джим Рейнер. Так вот, основу монолитов составляют кристаллы пустоты, от которых расходится зеленоватый пар и энергетические выбросы. Это и есть тот эффект, о котором я говорил. Помимо упомянутых структурных элементов, судно имело один корабельный отсек, расположенный в центральной части. Он обеспечивал прямой сброс в космическое пространство. Уж не знаю, с какой целью Зелнага использовали его. То ли для сброса балласта, то ли в качестве ангара для менее габаритных судов с возможностью быстрого запуска в космическое пространство. Может Талдари мы поведали бы, но Рейнер тогда не интересовался у них. Вокруг судна расположился массив гигантских колец, которые формируют нечто вроде Ореола. Эти кольца называются Галозелнага. И как я полагаю, вероятно использовались для создания энергощитов корабля. Более подробной информации нет, так что двигаемся дальше. Еще более значимым было появление миров кораблей Зелнага во время Войны Богов. К сожалению, игровой интерпретации той эпохи мы не увидели. Или почти не увидели. Там, где разработчики не могут реализовать задуманное, на сцену выходят фанаты. Я уже упоминал в своем видео, посвященном рабочим зергов, о кастомной кампании StarCraft 2 Origins, где автор Градиус показал становление Роя. Так вот, помимо миссии по захвату гаширских ос, там имеется и одна, посвященная противостоянию зергов и Зелнага. Поскольку автор вдохновлялся исключительно мануалом к первой части StarCraft, то здесь не представлены силы хранителей цикла, а за основу взяты изначальные данные о восстании Роя против своих творцов. В частности, в кампании показан момент, где мы, управляя подконтрольными стаями, атакуем звездолеты Зелнага, и это действительно эпичное зрелище. Давайте, опираясь на эту миссию, посмотрим, что еще интересного можно узнать о таинственных кораблях Зелнага. Атака зергов началась стремительно, но лобовой удар, как они обычно любят делать, провалился. Даже гигантские массивные бегемоты просто были превращены в пепел. После этого Церебралдагод начал искать возможные уязвимые места в защите Зелнага. Это было крайне сложно сделать. Рой накатывал волнами, атаковал с флангов, пытался маневрировать, но действенное преимущество им давало лишь численное превосходство. Поток зергов был воистину нескончаем, и насколько бы продвинутыми не были технологии Зелнага, метр за метром они сдавали свои позиции. Но также стоит учитывать, что Рою противостоял не один корабль, а целый флот. В арсенале имелись уже упомянутые турели Зелнага, которые, в отличие от заброшенного корабля в квадранте Сигма, здесь работали на полную мощность. Сконцентрированная энергия пустоты, излучаемая ими, наносила колоссальное повреждение. К защите систем кораблей присоединились и стражи Зелнага, которых мы также могли видеть на Ульнаре. Эти гигантские конструкты выполняют изначально запрограммированные функции. Говорить о том, имеют ли они полноценные интеллекты самосознания, не рискну, ибо в истории подтверждения таких фактов мне не встречалось. Это скорее как аналог протовских колоссов. Какой-то искусственный интеллект есть, но он весьма примитивен. На судах из обслуживающего персонала можно увидеть так называемых пси-дронов. Могу предположить, что первостепенной их задачей является обеспечение функционирования отдельных систем кораблей, мониторинг состояния, устранение поломок и так далее. Нечто вроде протовских зондов. Но в отчаянных ситуациях они вполне могут стать на защиту своих создателей. Вооружены, согласно описанию из компании, лептонными ударными пушками. Лептон – это собирательное название ряда элементарных частиц, вроде электронов, мионов, нейтрино. И в целом я заметил, что автор компании любит приписывать различные элементарные частицы в качестве основной поражающей силы для вооружения Зелнага. К примеру, в тех же турелях вместо мистической энергии пустоты указал отрицательная пионная вспышка. А в зелнаговских флоу-шипах, о которых чуть дальше, используется излучатель частиц Хейгаса, которые, скорее всего, являются отсылкой к знаменитому бозону Хиггса. На судах присутствует множество исследовательских станций, обелисков, монолитов, контейнеров, схранящихся информацией по культивируемым видам, своеобразные фонари или, скорее, маяки Зелнага, в наличии также генераторы гравитонных полей, знакомые нам по Винсов Либерти. Но особый интерес представляют вот эти обелиски. В оригинале они звучат как Зелнага Обелиск Конструкт Дудетворк. Я полагаю, это нечто вроде станка, на котором создаются те же дроны, стражи и другие технологические гаджеты Зелнага. Зерги в своей атаке не стеснялись уничтожать как оборонительные системы звездолетов, так и различное невоенное оборудование, в том числе перечисленное выше. В частности, досталось энергосистемам. Множество исследовательских станций Зелнага были выведены из строя, разрушены хранилища информации, а всюду, где могли закрепиться цепкие лапки, распространялся крип. Как я упоминал, в составе флота Зелнага были не только миры корабли, но и сопутствующие суда. В компании Origins они представлены так называемыми «флоу шипс». Наименование, конечно, так себе, поскольку дословный перевод будет «корабль с изъянами», что не совсем вяжется с крутыми и продвинутыми Зелнага. Но в английском языке слово «флоу» также может означать разрыв, трещину, брешь. И, скорее всего, речь идет о так называемых брешах и разрывах в пространстве, которые может вызывать корабль с целью осуществления маневров и сверхсветовых перемещений. Также на подтверждение этой версии указывает факт, что все летающие суда Зелнага защищены так называемыми «Rift Shields», дословно «щитами разрыва», которые, вероятно, могут часть поглощенного урона перенаправлять куда-нибудь в подпространство, а, возможно, и в саму пустоту. «Флоу Шипс» были вооружены уже упоминавшимися излучателями частиц Хейгаса, или Хиггса, которые еще называют частицами Бога. Они могут атаковать на дальние дистанции, бьют довольно больно и используют анимацию атаки протовских колоссов. Еще в составе флота Зелнага есть что-то типа беспилотников. Здесь они называются «Зелнага Хеликс». Они имеют небольшие габариты, достаточно маневренные и вооружены энергетическими орудиями, способными вызывать взрывы пустоты. Внешне это выглядит как зеленый плазмоид, выпускаемый из центральной части аппарата, в месте фокусировки кристалла пустоты. Ну и, наконец, миры корабли «World Ships», которые представлены здесь еще отдельными модельками. В самой компании, играя за зергов, мы передвигаемся по некой космической платформе. Ну правильно, это игра мех, и нам необходим какой-то граунд под ногами, чтобы мы могли построить базы, собрать войска и так далее. Но с точки зрения лора, нет никаких упоминаний, что у Зелнага была передвижная космическая платформа. Везде указывались только корабли. Поэтому, дабы согласовать происходящее на экране с наличием еще других World Ships, будем считать, что мы закрепились на флагманском корабле. Именно он представлен в виде этой платформы. Ну а другие миры корабли, несколько меньших размеров, являются сопровождающими. Так, перейдем, собственно, к ним. Это невероятно мощные суда. Их щиты разрыва способны впитывать до 25 тысяч урона. Это, что касается игромеха. По лору, естественно, гораздо больше. Кроме того, они способны испускать лучи вселенной. Да, автор именно так назвал их атаку из основного орудия. Universe Beam. Которая наносит до 10 тысяч урона. Как говорится, почувствуйте мощь большого взрыва. Помимо указанного, судно периодически генерирует масштабные выбросы энергии пустоты, которые парализуют все находящиеся в поле действия вражеские единицы. Мы видели эффект на примере зергов, но полагаю, что подобным образом он действует не только на биологические цели. Уничтожение корабля сопровождается колоссальным взрывом. Выброс энергии настолько мощный, что вызывает даже локальное искажение ткани пространства-времени. Но как бы отчаянно не сопротивлялись Зелнага, Рой в итоге одолел их. Поглощенные физоболочки создателей значительно усилили и расширили возможности сверхразума, в том числе по части управления Роем. Таковыми были события на момент первого Старкрафта. По новому же канону, второй силой противостояния стали Зелнага-хранители цикла. А зерги были использованы ОМОНом, лишь чтобы уравнять силы. Правда, в ходе суматохи битвы под удар попадали и свои Зелнага. И благодаря этому сверхразуму в конечном итоге открылись истинные планы ОМОНа. Которые там уже час. Наверное, пора загругляться. Если ролик пришелся по душе, не скупитесь на лайки. Я достаточно много времени потратил на его подготовку, поэтому буду признателен за поддержку. Также подписывайтесь на канал, если кто-то этого не сделал. Впереди еще много интересных тем. И хоть Близзард официально отказались от поддержки игры за рамками Ладера, мы как истинные фанаты бросать игру не намерены. Старкрафт жил, живет и будет жить. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова